Жители фонтана, которые борются за сохранность парка «Юность», требуют от мэрии объясниться, что для нее важнее – интересы горожан или владельцев долгостроя. Нюансы нового строительного скандала в сюжете Игоря Хмурова. Две недели назад инициативная группа одесситов начала сбор подписей под обращением Геннадию Труханову. Народ хочет узнать, как запланированная изначальная реконструкция превратилась в идею масштабного строительства четырехполосной артерии сквозь зеленую зону. По их данным, проект «Новой дороги» противоречит базовой документации. Сегодня, поднимая массу документов именно по этой территории, мы видим, что границы парка изменены. Последним ДПТ, который принимался в 2015 году, совершенно другие границы парка. По зонингу, который сейчас 30-го числа будут принимать парк, имеет определенные границы. Дорога не проходит через парк, при том, что парк отнесен к рекреационной зоне. То есть масса вопросов юридических, которые мы хотели, чтобы прояснили нам мэр, заместители, профильные управления. Рядом с юностью, прямо у морской кромки, расположен долгострой «Морская симфония». Когда город давал добро на его зачатие, застройщик обещал не трогать деревья. Но после смены собственника стройки, изменились и планы. Когда только проектировался дом, спрашивали, как будет проходить развязка. Говорили, будет подземный туннель. Еще те застройщики, которые принадлежали раньше компании. Насчет этой компании, которая сейчас принадлежит, от ТРКС и УТД, Ну, они выбрали такой путь. Рубить парк, прокладывая дорогу. Потому что Геннадий Лениневич говорит о том, что дорога – это будет реконструкция. Мы видим по всем документам, написано черно-побеломо – строительство дороги. В мэрии бумаги приняли. Так как подписи оказалось аж 864, ответ обещают дать за 10 дней. Жители фонтана говорят, если их никто не услышит, в ход пойдут более радикальные меры. Отстоять парк мы на любые меры готовы. Есть разные люди, разные мнения говорят, уже надо перекрывать дорогу. Мы против этого. Мы за конструктивный диалог. Но до определенной какой-то точки конструктивный диалог. Когда две стороны друг друга не слышат, тогда уже, конечно, какие-то акции прямого действия нужно применять. Мы все-таки нацелены на диалог. Я думаю, что и власти, мэру, профильному мэру не нужен какой-то конфликт. Еще один конфликт на Акарсе Одессы. Что на это скажет горсовет Итруханов, узнаем через 10 дней. Вместе с жителями фонтана ответ власти мущих будет ждать Игорь Хмурый, Игорь Казанжи и 7 канал.